Девушки отдыхают Когда доброта становится редкостью Если ты не против, есть еще дело Вниз по течению есть торговец с зерном Я хочу взять у него полдюжины мешков Но мне не хватит на все рук Я помогу тебе Замечательно Не хотел просить Хольгера Арбин, что привело тебя к нам? Ваша слава Услышал, что к английским берегам Прибило в Атагу отчаянных воинов Говорили, что вы устроились в центре Мерсии И принимаете любых головорезов Которые к вам приходят И это тебя привлекло? О, да, еще как Я всегда был бродягой А тут подумал, что к лихим людям Вроде вас можно и прибиться Я был уверен, что умелый пекарь Вам точно пригодится Я бы ни за что не подумала, что ты печешь хлеб У тебя вид человека, привыкшего к битве Я часто это слышу Ты только пекарь? Или еще что умеешь? Я люблю печь И у меня это отлично получается Но если с работой туго, то я чем угодно готов заняться Лишь бы руками трудиться Что ж, тут мы с тобой похожи Да, да, секундочку Чем могу? Это ты Что ты делаешь в Мерсии? Покупаю зерно Найдется на 30 серебряных монет? Деньги есть Так Бери что нужно и уходи Этого должно хватить Спасибо Всегда рад И ты Ты себя береги Хорошо? Помочь тебе с зерном? Нет, спасибо Остальное я сам донесу И разложу где надо Ладно Приятно было поговорить с Тарбин Я хоть отвлеклась И я тоже Спасибо тебе Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Кто такой Гудпан? Один из наших? Текла, ты будто с медведем боролась. Что произошло? О боги, Эйвор, меня ограбили на дороге в Линкольн. Кто ограбил? Ты их разглядела? Знаю лишь, что это были саксы. Целая свора. Отобрали четыре бочки с Элем и все деньги. Самый здоровый стащил меня с лошади и прошептал на ухо. Да, скажи Гудпану, что мы ждем его домой. Гудпан? Боевая кость на языке саксов. Уверена? Он так сказал. У нас ведь таких нет, верно? По-моему, нет. Я не против, что у нас привечают сирот, Эйвор, но мы почти не знаем многих из них. Поспрашиваешь? Да, пожалуй. Приходи в себя, а я разберусь. Спасибо, Эйвор. Тарбан, у тебя есть время? Я хотела... Гудпан, это я, Эйвор. Боевая кость. Странноватое имя для пекаря, да? Да, есть такое. Как же ты сумел его заслужить? Прежде чем прийти сюда, я вел иную жизнь. Грязную, кровавую. Я служил шайке наемников. Был их оружием. Таскался по всей Англии. Делал все, о чем они просили. А им нужно было лишь насилие. Потом я ушел, бросил меч и дал обед. Я поклялся никогда больше не проливать кровь. Отказаться от жестокости. Никого не убивать. Сложно было держать слово? Вовсе нет. Легко. Всегда мечтал о такой жизни, как здесь. Тут я, наконец, нашел мир. Во всем виноват я. Я привел это зло. Мне от него и избавляться. Нет. Кто угрожает тебе, угрожает всему клану. Я этого не допущу. Они жуткие люди, Эйвр. Не стоит в это дело впутываться. Ты меня не расслышал? Кто угрожает тебе, тот угрожает и мне. Так дадим же им отпор. Вместе. Хорошо. Я буду ждать тебя снаружи. Есть у меня догадка, где они. Если собираешься к старым друзьям, я готова помочь. Хорошо. Идем. Имей в виду, если дойдет до драки с бывшими моими людьми, я справлюсь сам. От тебя мне нужно только прощение. Нечего прощать. Ты ушел. Они тебя преследуют. Я сделаю все, что потребуется, лишь бы защитить свой клан. А ты наслаждаешься этой жизнью, да? Пока нас не заметили, расскажи, чего ждать. Они нападут сразу же? Нет, не думаю. Вряд ли так будет. Вилф так не поступает. Да, он очень умен и при встрече даже добр. Кажется, будто вы друзья. Или даже семья. Я встретил его 10 лет назад, и он был первым, кто меня по-настоящему принял. Оценил меня. Он сказал, что у меня дар. Запугивать, убеждать. Причинять боль. Он увидел, что я силен, и понял, как сможет меня использовать. Чего они от тебя хотят? Чтобы я вернулся. Чтобы стал тем, кем они меня считают. Огромным чудищем. Прежде вся моя семья была они и Вилф. Но их любовь с оговорками. Вилф умил лишь то, чем он владеет. Что думаешь делать? Я точно к ним не вернусь. Не хочу больше лить кровь. А в остальном сложно сказать. Кто знает, что у них на уме. Мы рядом. Вот тот дом. Думаю, они там. Имей в виду Эйвор. Не верь первому впечатлению. Как и словам Вилфа. Он просто змей. Я видела множество сладкоречивых, но коварных людей. Да, да. Я просто предупредил. Ну, пойдем внутрь. Гудбан, мальчик мой. Ты получил послание. И привел подругу. Кто ты? Его новая хозяйка? Я Эйвор. Вы ограбили женщину из моего клана. И вы за это ответите. Знаю, знаю. Сам себя корю. Передай... Она же Текла, да? Так вот, передай Текле, что Эль у нее отменнейший. У нас больше нет дел, Вилф. Это ты так думаешь, парень? Я тебя кормил, поил, дал кровь и богатство. Сделал тем, кто ты есть. За все это он рассчитался потом и кровью. Разве не так? А ты дерзкая, славно. Но наш с ним договор был заключен куда раньше, чем ты доплыла до Англии. Впрочем, если тебе хочется очистить имя Тарбена, я только рад. Вопрос лишь в цене. Несколько недель назад воины отобрали у меня, скажем так, товар. Хотели и меня забрать, но я ускользнул. Если не трусишь, верни мне мою собственность. Сделаешь это, и твое имя будет очищено. Я... Не могу. Я обещал себе, что оставлю эту жизнь. Но... Если это поможет Тарбену, я добуду товар. Где эти воины? Разбили лагерь к западу отсюда. Это свора жирных безмозглых вояк. Даже вслепую найдешь по запаху. Жди здесь. Мы вернемся, ты и рога новые отрастить не успеешь. Ступай с богом, Эйвор. Ты все нашла? Да. Давай отнесем это виллу. Ого! Они вернулись! Товар у нас. Прекрасно. Прекрасно. Сложите здесь. Записи. Ну, конечно. Все честь по чести. Какие все недоверчивые. В темные века живем. Ну что, теперь все? Ага. Можешь идти на все четыре стороны и стать скучным Тарбеном-хлебопеком. А ты, Эйвор, если вдруг устанешь от размеренной жизни, нам пригодится талантливая воровка. Подумай. Ах, хорошо снова быть дома. Конечно, если я не лишил себя права называть его домом. Тебе здесь всегда рады, несмотря ни на что. Занимайся любимым делом, а большего мы не просим. Что ж, платить свежим хлебом. Я очень даже готов. От прошлого осталось лишь одно. Да. Те записи. Бросай. Порви с прошлым. С радостью. Молва о нашем поселении распространяется. Так что осмотрись. Может, увидишь новые лица. Все хорошо? Ты будто не здесь. Я в порядке. Немного устала, но волноваться не о чем. Взглянешь на карту? Сперва признайся, что не так. Уже призналась. Я будто в ловушке. В этой комнате, в поселении, в этой жизни. Изменить твою жизнь я пока не могу. Но могу немного тебя отвлечь. Что скажешь? Не знаю. У меня столько работы. Хватит. Забудь хоть ненадолго о наших союзниках и ответственности. Можем отправиться на прогулку. Скажем, в Грент и Бридшир. Сменить обстановку. Звучит чудесно. И слишком далеко, чтобы думать об этом всерьез. Спасибо. В другой раз. Итак, что тебе нужно? Ладно, Рандви. Хватит тебе сидеть в душной комнате. Отправимся в Грент и Бридшир. В смысле? Прямо сейчас? Ну да. Ты говорила, что устала от всего этого. Ноги разомнешь, подышишь. Я говорила? Да, верно. Веди Эйвор. За мной. Дракар не понадобится. Для двоих его будет многовато. Ты же не против? Вовсе нет. Главное, чтобы были солнце и свежий воздух. Я так редко выхожу из длинного дома. Нам нужно будет как-то перебраться через реку, чтобы попасть в Грент и Бридшир. Если знаешь, путь получше, только скажи. Может быть, переплывем? Что? Серьезно? Или ты шутишь? Лодка или лошадь не помешали бы. Но я не против и более простых методов. Здесь и правда красиво. Я никогда не бывала так далеко от поселения. Ужас, да? Ужас жить в безопасности? Всю жизнь провести в своем крохотном загоне. Слушать рассказы тех, кто бывал дальше, но не ходить самой. Ха-ха-ха-ха-ха. Запомни это место. Мы на месте. Это и есть Грент и Бридж. Пойдем, нам нужно в длинный дом. Этот город больше, чем я думала. Он такой простой и красивый. И все в нем на вид новое. Сома поручила летней армии построить город на месте деревни. Отсюда удобно ходить в набеги на Уэссекс. И им нужен был центр торговли рядом с Люндоном. Что же, они отлично справились. И постройки выглядят интересно. Да. Кто это тут у нас? Неужели Эйвар? Ну и давненько же тебя здесь не было видно. Я тебя знаю. Ты один из людей Сомы. Магний, верно? Я. Так оно и есть. Рада тебя видеть. Это Рандви. Моя отважная подруга. Рад знакомству. Похоже, Эйвар предпочитает дружить с красивыми женщинами. Знаешь, я тоже заметила. Я думала, здесь будет побольше людей. Что-то произошло? Сома собрала воинов и отправилась на запад. Собиралась открыть новый торговый путь в Оксенфорд. Только сейчас, в это непростое время, я понял, что не очень-то гожусь на замену Ярлсконе. А что случилось? Мы поможем, Магний. А если не найдем твою лошадь, украдем тебе новую. О, я был бы очень рад. Мне вас наградить нечем, но у разбойников что-нибудь найдется. Берите что угодно. Ладно. Считай, что все сделано. Эйвар, идем. Нам пора в набег. Он сказал, лагерь разбойников у реки, к востоку от берега. Из-за тебя нам придется сражаться. Ты так себе представляешь приятную прогулку? Наверное. Я сама себе удивилась. Только выбралась из-за своего стола и уже жаждешь крови. Тебе эта жажда прекрасно знакома, верно? Я хотела увидеть мир твоими глазами. И увижу. Если только у тебя нет идей поинтереснее. Мы поможем, Магни, и расправимся с разбойниками. Но помни об осторожности. Ты нужна клану Ворона. Конечно же, моя госпожа. Слушаю и повинуюсь. Не знаю, я тебя решила бы, что ты меня дразнишь. Ну что ты, Эйвар, сестра волка. Дрэнк с железными кулаками. Я бы не стала дразнить столь великую воительницу. Вон он, тот лагерь. Ну что ж, держись рядом, делай как я. Хмуро и задумчиво смотреть вдаль? Ну конечно. Я думала, ты хочешь все сделать тихо. Ты ведь жаждала битвы. Так получай. Я ж украину. Не нуждок остальность. Нужно болеть о смерти. Не открочит еще рук. Так, вот и все. Теперь надо вернуть лошадь Магни. Потрясающе, Эйвор. Мы защитники Грэнта-Бриджа. Может, каким-то еще городам нужна помощь? Тебе мало приключений на сегодня? Нам уже пора возвращаться домой. А может, выпьем? Отпразднуем нашу победу? Дома? У Текла есть мед и эль на любой вкус. Эйвор, прогулка только началась. Давай найдем таверну и посидим там. Ладно, найдем, если хочешь. Но сначала вернем лошадь. Магни, мы одолели разбойников. Правда? Прекрасно. А мою лошадь вы нашли? Да, она снаружи ждет тебя. О, слава богам. Спасибо, Эйвор. Спасибо тебе и... А где Рандви? Должна быть где-то здесь. Эйвор! Сюда! Посмотри-ка. Ха-ха! Кого-то одолела жажда! Ты твердо решила напиться? Я твердо решила напоить тебя. Идион, боишься, что перепью? Немного, если честно. Ты что задумала? Состязание. Ты против меня. Сестра Волка против Девы Стола. Рандви, ты достойна лучшего прозвища. Дева Мёда. Ладно, я согласна. Прекрасно. Я вот-вот утону. Ха! Я Дева Мёда! Укротительница волков и бочек. Сказала же, что перепью тебя. Ну, теперь ты довольна? У меня в голове туман. Очень довольна. Поехали домой, а по пути развеем твой туман. Но сперва отправимся... Эх, в Рандви. ...к затонувшей башне у водопада, рядом с домом. Просто полюбуемся, и я от тебя отвяжусь. Это недалеко от вершины холма, что к югу от дома. Не заметить сложно. Ладно, но потом домой. Я очень взволнована, Эйвор. Хотя, может, и не похоже. Эм, похоже. Уже уходите? Надеюсь, ещё увидимся. Рандви, приходи ещё. Может, приду, Магни. Спасибо тебе за всё. Нет, спасибо тебе. В добрый путь. Кажется, ты поразила бедного Магни в самое сердце. Что тут скажешь? Не он первый, и не он последний. Нарекаю тебя, грозой разбойников и чужих сердец. Звучит очень гордо. Суньева рассказывала об этой башне. Отдалённое, тихое место. Хочу побывать там. После столь бурного дня ты, наконец, хочешь покоя. Приключений было достаточно. Пора отдохнуть. Хочу кое о чём спросить. Ты Сома. Вас с ней что-то связывает? У тебя светились глаза, когда ты говорила о ней. Мы стали близки и очень быстро. Ты об этом? Не совсем. У вас с ней было что-нибудь такое? Что это ещё за вопрос? Совсем не было. Как новорождённое дитя. Между нами ничего не было. Таков мой ответ. Это так досадно. На твоём месте я бы прощупала почву. Эйвор попадается в сети отважной ярлсконы, которая ведёт войско к победе. Многообещающий союз. Сделаю вид, что твои последние слова унёс ветер, Рандви. Как знаешь. Сунева не слукавила. Тут и правда чудесно. Только представь, какой была башня, когда её построили сотни зим назад. Иногда, глядя на карту, я воображаю, что по ней бродит воинство крошечных человечков. И теперь, среди этих развалин, представляю людей прошлого. Как они жили и не ведали, что ждёт их постройки. Богатое воображение. Хочу увидеть всё сверху. Пойдём? Веди. Ого. Посмотри. Потрясающе. Напомнило мне о детстве и о Норвегии. Как я взбиралась на холмы за лесом. А ты любишь приключения. Обычно ты сидишь за столом, и... Тут вдруг ты взбираешься на башню в мехах, промокшая насквозь. У меня была буйная юность. Охота. Море. Та женщина, что ты знаешь, выросла из дикой девочки. Меня выдали замуж, чтобы сохранить мир. Благородная роль. Но не так я представляла своё будущее. Из тебя вышла бы славная воительница. Йомс-викинг, который странствует где хочет. Согласна. Возможно, мы с тобой сейчас вместе ходили бы по морю. Грабили и путешествовали. Или столкнулись бы на поле брани. Если б ты не вышла за Сигурда, наши кланы могли бы до сих пор враждовать. Да. Это верно. Спасибо тебе. Сегодня всё было как во сне, и мне не хочется просыпаться. И не надо. Будем здесь сколько захочешь. Да. Рандви, ты что? Нет, я... Извини, не надо было. Я немного не в себе. Извиняться нет нужды. Сигурд, твой брат и я... Я поставила тебя в сложное положение. Сердце не заботится о делах клана. Всему виной мёд или свежий воздух. Тебе незачем извиняться. Я уже не пьяна. По правде говоря, я давно к тебе неравнодушна. Ты дорога мне, Эйвор. И я рада это слышать. Я чувствую то же самое. Но не смела ни на что даже надеяться. Я не раз хотела тебе рассказать, признаться, что у меня на сердце, но чувство долга мне не позволяло. Теперь можно. Сегодня был важный день. Мы гуляли, бились, пили, смеялись. Я увидела твой мир. Воочию. Дела говорят громче слов. Рандвей. Наверное, уже вернулась домой.